Сегодня же в Куларах ООН съемочной группе RTVI удалось побеседовать с главой Министерства иностранных дел Украины Леонидом Кожарой. Отвечая на вопросы главного редактора информационной службы нашей телекомпании, украинский министр иностранных дел подтвердил приверженность Киева к евроинтеграции. Вот часть эксклюзивного интервью Леонида Кожары, в котором он рассказал и о возможном освобождении бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Я хочу сказать, что мы хотим решить проблему бывшего премьер-министра, но проблема может быть решена только на основании украинского законодательства, и европейская сторона это знает. К сожалению, некоторые европейские политики ставят вопрос, чтобы госпожа Тимошенко была освобождена безусловно. Но, к сожалению, мы не можем так поступать, не уважая закон, конституцию нашей страны. И мы также против того, чтобы дело Тимошенко политизировалось, и не может быть одно уголовное дело быть тормозом в отношениях 46 миллионов украинцев и 500 миллионов граждан Европейского Союза. К сожалению, гарантий нет. И тут, наверное, проблема и в самом Европейском Союзе, потому что удивительно, но фактически за два месяца до саммита мы до сих пор не знаем, будет ли подписано или не будет подписано соглашение об ассоциации. Со своей стороны Украина делает все возможное. Мы идем по графику и принятия законодательства, и выполнение других обязательств. Поэтому технически мы уже в конце этого месяца будем готовы к подписанию. Чего нельзя сказать и Европейскому Союзу. В этой же беседе украинский министр иностранных дел ответил и на вопрос РТВА, не является ли вступление Украины в таможенный союз препятствием для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вот что сказал Леонид Кожара, главному редактору службы новостей РТВА Екатерине Катрикадзе. Мы очень рады, что Украина получила статус наблюдателя. Таможенный союз для нас торговый партнер номер один, и таковым он будет и в будущем. Поэтому, конечно, мы исключительно заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие отношения с таможенным союзом. На сегодняшний день у нас существует солидная международная правовая база. Все страны таможенного союза входят в зону свободной торговли в рамках СНГ, Украина тоже. Кроме того, Россия и Украина являются членами Всемирной торговой организации, тоже создают определенную базу. Сейчас Украина работает над уставными соглашениями таможенного союза. Мы рассматриваем возможность присоединения ко многим соглашениям, но в то же время мы открыто заявляем о том, что мы будем интегрироваться в таможенный союз до той степени, чтобы наша интеграция в таможенный союз не противоречила европейской интеграции. Сегодня мы как никогда близки с ассоциацией с Европейским союзом. Украина и так Европа, и без Европейского союза. Для нас важен и Европейский союз, и Россия, и таможенный союз. Больше того, мы считаем, что нет конфликта свободной торговли на Востоке и на Западе. Тем более, что сегодня таможенный союз тоже ведет переговоры о свободной торговле с Вьетнамом, с Новой Зеландией. Поэтому во многом вопрос стратегического выбора – это вопрос заполитизированный, и это вопрос не тот, который ставят украинцы, а который ставят политики вокруг Украины. Мы задали Леониду Кожаре и вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. Как сказал РТВ-министр иностранных дел этой страны, Киев не только не стремится стать членом Альянса, но даже не имеет на это юридического права. Внеблоковый статус Украины – это требование закона. У нас есть специальный закон об основах внутренней и внешней политики, где написано, что Украина – внеблоковое государство. Поэтому Украина не имеет намерений стать членом НАТО на сегодняшний день. Но мы хотим развивать отношения с НАТО, как и многие другие государства. И на сегодняшний день мы говорим о том, что наши отношения с НАТО находятся на достаточно высоком уровне. Продолжение следует...